всем привет друзья с вами канал classic bike и сегодняшний ролик мог бы не выйти но один из моих подписчиков хотя я точно не знаю может он просто подписан на наш инстаграм classic bike кстати кто из вас еще не подписался обязательно подпишитесь там много чего интересного иногда происходит он собирает свой первый фикс иногда мне пишет задает какие-то вопросы он по барахолкам лазил и не всегда понимал о чем идет речь и я решил создать такую небольшую азбуку фиксерских слов может я о чем-то забуду рассказать потому что я не google у меня здесь не винчестер стоит и я могу что-то забыть так что если о чем-то забуду обязательно напишите об этом в комментариях итак начнем и начнем мы наверное самого главного это рама потому что ни один байк без рамы ты не соберешь иногда ее подписывают как фрейм фрейм это и есть рама иногда подписывают фрейм сет это означает что рама идет в комплекте например с кареткой с рулевой и с подсидельным зажимом многие рамы они специфические у них какой-то особенный подсидельный зажим или какая-то рулевая и так как мы начали говорить про раму есть такое слово непонятно слоппинг смотрите вот рама и верхняя горизонтальная труба ее угол отрицательный положительный и называется слоппингом короче одним словом наклон трубы вы наверное слышали такое слово low pro это когда от подсидельной трубы это горизонтальная труба идет вниз к рулевому стакану то есть под наклоном теперь вы будете знать что это наклон этот называется слоппинг также кто-то помню как-то писал насчет рулей друзья может когда-нибудь я сниму ролик хотя я думаю в интернете этих уже роликов про выбор рулей очень много но думаю если зимой нечем будет заняться я может сниму хотя хотя и сейчас можно перечислить основные рули это баран bullhorn riser и flat все раз зашла речь о рулях есть такое слово коппит я не знаю слышали вы его или нет она обозначает набор не знаю комби комплект вы нас вместе с рулем это коппит теперь вы будете знать что оно означает ну и второе слово которое очень важно после фреймсета велсет то два колеса в сборе то есть тулки обода и спицы то есть полностью готовые колеса без покрышек и камер друзья кстати обода иногда пишут продам обод под клинчер и многие думают что за клинчер блин что это означает друзья это обычная обода под обычную покрышку с камерой я даже как-то помню столкнулся что в одном из веломагазинов продавец не знал что такое клинчерная вода есть обода под трубки я тоже было много разных случаев когда мне писали в instagram почему-то не устанавливается покрышка с камерой на обод я ему говорю пришли мне фотку обода он не присылает опыт под трубку на которой пытается установить покрышку обычную ну всякое бывает я же перед этим ничего не гуглил просто вспоминаю слова и говорю может у меня тоже какие-то неправильные понятия насчет данных слов смотрите шатуны и система это две разные вещи ну лично для меня шатуны это это палки понимаете которым крепится с одной стороны педаль и звезда с другой только педаль а система это уже палка со звездой лично я так понимаю или со звездами ну смотри какого свелик из этого конечно появляется другое слово трансмиссия трансмиссия друзья это шатуны звезда передняя задняя звезда и цепь кстати задняя звезда у фиксов называется кок серьезно может кто не знал не знаю вот так он выглядит на вторую резьбу после кога накручивается лок ринг это такая шайба с резьбой которая фиксирует данную звезду я просто недавно видел в одной из групп продает чувак втулки и написано трековые для фикса у него по сути там но это нифига не трековые там просто одна резьба максимум фривилл крутится я думаю вы знаете что такое фривилл с когом у тебя нет свободного хода крутишь вперед педали едешь вперед крутишь назад едешь назад и чтобы затормозить нужно делать скит я думаю ты знаешь что такое скит ну а вот фривилл у него есть свободный ход крутишь вперед едешь вперед крутишь назад ничего не происходит. Не крутишь педали, все равно едешь. Для фривилла обязательно нужно установить тормоза, чтобы остановиться. А для фикса тормоза не нужны. Нет, но они есть, просто они чуть-чуть в другом понимании. Такое интересное слово hubset. Это набор втулочек. Передняя и задняя, насколько я помню. Колесная база. Друзья, это расстояние от центра заднего колеса до переднего. Вот это вот расстояние от болта до болта, можно сказать. Иногда она очень сжата, из-за этого у вас появляется одна проблемка. Кому-то она мешает, кому-то нет. Называется оверлап. Что бы означает? В курсе? Это когда при повороте ты можешь задеть ногой переднее колесо. На треке это не проблема, потому что там поворачивать вообще не нужно. Там все рассчитано на поворотах. У покрытия у трека есть некий наклон. И он сам велосипед поворачивает. А ну вот на улице это может быть проблемой. У меня лично было пару прикольных историй. Был у меня байк с оверлапом. И когда замедляешься, там не знаю, за автобусом, трек-стенд туда-сюда и уже лежишь. Потому что ездишь на контактах только первую неделю. Ну, короче, не знаю. Были у вас такие истории? Пишите в комментариях. Будет интересно посчитать. Так, что еще за словечки? Дропы или дропауты? Это места, блин, если так назвать можно, куда крепятся колеса. На самой раме, но это сзади, и у вилки, туда, куда вставляется втулка, оська, зажимается, это дропаут. Самое главное, вроде бы, рассказал. Друзья, если о чем-то я забыл, обязательно напишите в комментариях. Еще раз повторюсь, что я не гугл, друзья. У меня здесь не винчестер стоит, и я могу что-то забыть. Так что пишите в комментариях. Будет интересно почитать. Ведь не вы учитесь на моих видосах, а мы вместе что-то узнаем новое. И учим друг друга. И еще небольшое объявление. Друзья, я хочу провести стрим чисто на своем канале с вами. Я думаю, будет о чем поговорить. Только пока не решил, когда. И это право я предоставляю вам. Я еще напишу в инстаграме, в сообществе, в ютубе и вконтакте, порассуждаем на данную тему, когда, в какой день и в какое время. Конечно, желательно, я думаю, это на выходные делать, но а в какое время. Так что вы напишите. Все-таки это наш с вами канал. Хоть и я здесь вроде бы как вещаю, но вещаю же для вас. Так что напишите, пожалуйста. А на этом все. Вот такой получился небольшой ролик, но надеюсь полезный. Не забудьте там поставить лайки, дизлайки. Ну, хотя бы один лайк, пожалуйста. Поставьте. Ладно, три. Три лайка ставьте, и я тогда, может, в следующий четверг тоже выпущу видео. На этом все. Большое спасибо за просмотр. Увидимся в будущем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...